Вознесение Господня Иоанна Воина, а также высокая колокольня, построенная над церковью Иоанна Воина. Церковь, которая стояла на улице Островского, тогда Вознесенской по названию храма, была построена в 1676 году. Храм был снесен в 1932 году после долгих споров, так как он был признан памятником второй категории, а значит являлся важным для сохранения исторического наследия и мог быть объектом охраны и реставрации. На его месте в 1939 году построили пятиэтажный дом, который получил название Дом коммунальников или Дом писателей. Она просуществовала до 1932 года и на ее месте был построен жилой дом. Поэтому очень интересно вот так вот столкнуться в лоб-лоб с историей. Ну и интересно вообще, что это такое. Я думаю, что археологи, наверное, посмотрят, разберутся и нам расскажут, напишут. Изначально пересечение улиц Кавина-Джми и Островского закрыли для того, чтобы коммунальщики начали проводить ремонт теплосетей. Но каким было их удивление, когда в процессе работ они обнаружили исторический артефакт? Сейчас работы, конечно, приостановлены и археологи занимаются изучением найденного объекта. Ведь это важно для понимания прошлого и сохранения культурного наследия. Это открытие имеет огромное значение. Такие находки могут предоставлять ценные данные для исторических исследований, а также могут способствовать развитию культурного туризма. Тимур Гамилов, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Ахмаджо Оев, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова